Я хочу начать с такой байки про ряды Тейлора. Я напомню, что в прошлый раз мы выяснили, что всякие функции можно приближать с помощью многочленов Тейлора, как говорят, раскладывать в ряды. То есть если вы можете вычислить значение функции, вычисляя какую-то сумму, достаточно длинную, то, в общем, можно сказать что-нибудь вроде такого, что синус х – это вот такая бесконечная сумма. Значит, х минус х в куб на 3 факториал плюс х в пятой на 5 факториал плюс и так далее. Значит, здесь получается минус 1 в степени k на х в степени… Так, тут нужно понять, то ли 2k плюс 1, то ли 2k минус 1. Значит, у нас, например, если k равняется 1, то я хочу, чтобы здесь была тройка, значит, вот так на 2k плюс 1 факториал и так далее. То есть в прошлый раз мы доказали с помощью формулы Тейлора с остальшим членом форме Лагранжа, что, в принципе, если вы будете увеличивать количество слагаемых в этой сумме, то вы будете приближать значение синуса все лучше и лучше. И таким образом, в общем, это равенство можно написать, оно достаточно аккуратное. Если справа подразумевается бесконечная сумма, то, в общем, тут все хорошо. Тут нет никакого малого в конце, нет никакого остаточного члена, потому что мы знаем, что остаточный член был, но когда мы увеличиваем n, увеличиваем степень нашего приближения, это остаточный член стремится к нулю. Поэтому, когда мы записали бесконечную сумму, его нет. Ну, или можно написать формально так, что это сумма по k, там от нуля до бесконечности, минус 1 в степени k, х в степени 2k плюс 1, на 2k плюс 1 факториал. Ну, и аналогичную формулу можно написать для косинуса, для экспонента. Ну, для экспонента мы ее определяли с помощью такого ряда. В какой-то момент доказывали явно, что экспонента существует. Экспоненты, которые мы определяли через предел, точно так же определяются через соответствующий ряд, который оказывается вот этим самым рядом Тейлор. Но, так или иначе, для некоторых таких функций можно раскладывать их в ряды и считать значение этих функций с помощью этих самых рядов. И история, о которой я хочу рассказать, относится к моему детству. Я, значит, я в детстве каждый лет проводил в деревне, и там, надо сказать, было довольно немного развлечений, поэтому я придумывал себе какие-то занятия. И одно из занятий, которое я придумывал, было таким. Значит, я хотел считать, измерять высоты разных объектов. Ну, вот, например, представьте себе, что у меня есть какое-нибудь дерево, и я хочу посчитать высоту этого дерева. Значит, как это можно сделать? Ну, в принципе, по-разному. Ну, подход, который... Я думаю, что я где-то вычитал, вряд ли я сам это придумал, мне кажется, в какой-то книжке я это вычитал. Значит, подход, который я хотел реализовать, такой. Допустим, у меня есть транспортир. Я могу изготовить такой измерительный прибор. Значит, вот представьте себе транспортир. С помощью него можно мерить углы. Значит, как-то так эта штука выглядит. Значит, вот здесь написаны всякие углы. Ноль. Ну, он обычно в градусах. Тут будет 90 градусов, тут будет 180 градусов. Вот. Ну, а дальше можно сделать такую вещь. Можно взять этот транспортир. Значит, развернуть его вот так. После этого взять грузик. Значит, прикрепить его куда-то вот сюда, вот в центр окружности, которая у нас здесь есть. То у меня здесь будет грузик, который будет смотреть строго вниз. Ну, а после этого можно попытаться сделать так, что вот я вот где-то здесь стою, допустим, вот в этой точке. И дальше я пытаюсь направить этот самый транспортир так, чтобы он точно указывал на верхушку дерева. Ну, как-то вот так вот. Ну, это можно сделать, просто можно смотреть в этот транспортир, как в такую, как это называется, когда стреляют. Как будто через мушку смотрю. Вот. И, в общем, добиться того, чтобы у меня верхушка дерева была вот как раз на линии взгляда. Вот. Ну, давайте даже я сделаю не так, а вот так вот я хочу. Вот. Ну, а потом что у нас получается? Смотрите. Значит, с одной стороны мы с помощью вот этого вертикального отвеса, давайте я его повертикально нарисую, мы знаем вот этот угол. Но нетрудно видеть, что вот, зная этот угол, легко вычислить вот этот угол, а не просто друг друга дополняют до 90 градусов. Значит, у нас есть такая штука. У нас есть треугольник. У этого треугольника мы хотим найти вот такой катет. Значит, вот эта штука, это расстояние до дерева, его можно посчитать. До дерева можно просто, например, дойти, посчитать шагами, значит, какое у нас тут расстояние. И нам известен вот этот угол. Ну, как можно вычислить теперь вот эту высоту дерева? Ну, нужно взять... Тангенс альфа умножить на расстояние до дерева. Значит, от альфа нужно что сделать? Тангенс посчитать, да. Значит, нужно... Значит, у нас высота, это и есть тангенс альфа, умножить на расстояние до дерева. Совершенно верно. И дальше... Дальше задача такая. Нужно посчитать тангенсы. Проблема в том, что в те времена время было тяжелое, и не было никаких вычислительных инструментов у меня в деревне, кроме ручки и бумажки. У меня не было ни калькуляторов, ни компьютеров, ничего такого. Вот. И, соответственно, не было никакого способа посчитать этот самый тангенс, ну, кроме как ручками. Ну, дальше, я не знаю, мне тогда было, наверное, лет 10, может быть, 9. Ну, я уже знал, что такое синус-косинус. То есть, в общем, вот эта формула у меня была... До этой формулы, я думаю, что я мог бы и сам догадаться. Может быть, догадался тогда. Вот. Ну, в общем, проблема в том, что нужно было как-то посчитать, и я откуда-то знал, что... Справедливы такие вот разложения, что есть такой ряд для синуса, есть ряд для косинуса, и можно эти ряды использовать, чтобы их вычислять. Вот. Соответственно, ну, обычно, когда у людей встает такая задача, они достают какие-нибудь таблицы Брадиса и находят значение, соответственно, термоматических функций в таблицах Брадиса. Таблицы Брадиса еще используют в школе? Ну, мне рассказывают. Пару раз там, пару уроков проходит по ним. Ага. Вот. Ну, вот, значит, у меня не было таблиц Брадиса, но я подумал, чем я хуже Брадиса. Формула известна. Давайте я сейчас сам посчитаю для, допустим, всех углов от нуля до 90 градусов. Посчитаю значения синуса и косинуса, подвелю одно на другое уголком и получу значение тангенса. Вот. И таким образом сделаю свой измерительный приборчик. Ну, надо сказать, что план был хороший, но, кажется, я посчитал, не знаю, наверное, 2 или 3 значения, и на 90 разных значений меня, конечно, не хватило. Вот. В общем, такие измерительные вычисления были не очень приятны. Но, тем не менее, я хочу сказать, что этот план, в принципе, вполне рабочий, потому что для того, чтобы посчитать синус, ну, там реально нужно взять более-менее 3 слагаемых, этого более-менее хватит. Ну, хорошо, 4 слагаемых вам хватит, скорее всего, за глаза. Потому что вот эти факториалы очень быстро растут, и поэтому, на самом деле, остаточный член, он очень быстро убывает. Ну, там, если у вас х не ужасно большой, то, в общем, этот ряд очень быстро сходится. Вот. Так что, если вы вдруг окажетесь когда-нибудь в каких-нибудь таких же печальных условиях, окажетесь на необитаемом острове, и вам захочется измерить высоту какого-нибудь дерева, а у вас ничего с собой не будет, то вот вам. Вы тогда вспомните наш курс. А транспортир будет? Ну, транспортир, в принципе, можно изготовить, потому что, если, например, у вас есть листочек чего угодно, например, листочек пальмы, то вы можете его сложить пополам, получить угол в 180 градусов, потом сложить еще раз пополам, получить угол в 90 градусов и так далее. Вы можете складывать его и таким образом получать все углы кратные 90 градусов. Вот. Ну, то есть, в общем, если очень надо будет, то, я думаю, вы это сделаете. Ну, правда, примерно тогда же я понял, что можно использовать, или тоже прочитал, что можно использовать более простое устройство, что если мы можем как угодно приближаться или отдаляться от дерева, то можно просто взять вот такой равнобедренный треугольник, построить. и, как бы, если я знаю, что вот этот угол у меня 45 градусов, то я буду знать, что у меня расстояние до дерева ровно такое же, как его высота. Но почему-то мне вот этот вот подход с тангенсом больше нравился. Ну, ладно, это я так. Значит, развлекательное введение. Хорошо. Смотрите. Значит, на самом деле, я хотел рассказать еще одну штуку, которая формально не входит даже в курс анализа 1, как правило, не входит в курс анализа функции 1 переменной. Но коллеги, которые ведут другие курсы, меня попросили вам это рассказать, потому что им это нужно будет буквально в следующем семестре. А курс многомерного анализа у нас будет через семестр. Поэтому давайте поговорим немножко про частные производные. Значит, кто это такие и о чем тут речь? Ну, во-первых, конечно, нужно поговорить про функции нескольких переменных. Значит, до сих пор мы рассматривали функции одной переменной. У нас была какая-то f от x или от y или еще от чего-нибудь. Но с не меньшим успехом можно определить функции нескольких переменных. Значит, например, я могу просто написать какую-нибудь формулу. f от x равняется x в кубе плюс 2x, y, не f от x, а f от x, y, плюс 2x, y, плюс y квадрат. Что-нибудь в таком стиле. Вот пример функции двух переменных. Значит, если я фиксирую x и фиксирую y, то я могу вычислить значение этой функции, просто поставив x и y в эту формулу. Ну, вообще, это такая типичная ситуация, когда у вас какой-то параметр зависит не от одного параметра, а сразу от нескольких. Как-то он зависит. Он может, допустим, зависеть по-разному. Например, при увеличении какой-нибудь одной переменной у вас значение функции может увеличиваться, а при увеличении другой переменной наоборот уменьшаться. И хочется придумать какие-то аналоги понятия производной для функциональных переменных. И там вообще ситуация становится чуть более сложной, чем в случае с функцией одной переменных. Ну, настолько чуть-чуть сложно, что нужен целый отдельный курс для того, чтобы про все это систематически рассказать. Но тем не менее, есть и простая часть. И простая часть – это как раз частные производные. Смотрите. На самом деле, мы сталкивались с такого рода вещами. Но как мы с ними сталкивались? Например, я мог сказать что-нибудь такое. А значит, у нас были какие-то функции, зависящие от параметра. Допустим. Допустим, я мог задать какой-нибудь такой вопрос. Например, при каком значении? С уравнение х квадрат плюс с равняется нулю имеет решение. Вот. И, ну, как бы, с одной стороны мы можем думать про вот эту левую часть. Мы можем думать, что это такая функция. Но просто при разных значениях c – это разные функции. То есть можно было представлять себе, что у нас есть такое семейство. Отключите и не биктимируйте, пожалуйста, микрофон. Значит, что у нас есть вот такое семейство парабол, зависящих от c. Значит, вот, например, вот эта парабола возникла здесь при c равном, скажем, двум. Вот такая парабола при c равном нулю. И вот такая парабола при c равном минус двум. Ну и дальше мы можем задавать вопрос, при каком значении c здесь есть сколько-то точек пересечения с горизонталью. И, в принципе, если бы я попросил вас, например, найти производную от вот этой штуки, от вот такой функции, ну, мы бы ее легко бы нашли. Мы бы сказали, что у нас есть производная. Значит, если вот эту штуку обозначить через f от x, то мы могли бы сказать, что f' от x равняется 2x. Вот, значит, когда мы здесь дифференцировали этот параметр c, он бы и сейчас при дифференцировании обнулился. Ну, можно было бы сделать какой-то более сложный пример. Например, такой. Значит, при каком значении c? Функция, скажем, x куб минус cx имеет экстремумы. Как бы вы тогда бы эту заточку решали? Вот у вас есть функция вот такая вот, она зависит от параметра. Ну, вот я дифференцирую эту функцию. При этом, как обычно, у меня c – это какой-то параметр, который с точки зрения дифференцирования – это просто какая-то константа. И поэтому, когда я считаю эту производную, я говорю, что вот у меня f' от x равняется 3x квадрат минус c. То есть, в принципе, мы можем считать производную вот такой штуки, при этом рассматриваем этот c как просто параметр, как просто константа. При дифференцировании она просто выносится за скобку. Вот. И дальше можно было, в общем, свести эту задачу к предыдущей, потому что дальше возникает вопрос, когда вот у этой штуки есть нули. Ну, и ответ там такой, что при c большем нуля у нас есть нули вот у этой функции. Вот. К чему я все это говорю? К тому, что ситуация, когда у вас есть какая-то формула, в которой есть не только та переменная, от которой функция зависит, но и еще какие-то переменные, которые мы считаем параметрами, для нас, в принципе, уже знакомы. Идея про частные производные – это как раз ровно такая идея. Вот. Давайте теперь посмотрим на вот такую функцию двух переменных. Мы можем думать, что мы зафиксировали одну из этих переменных. Допустим, мы зафиксировали y, и дальше думаем про эту функцию двух переменных, как про функцию от переменных x. А y мы зафиксировали. Понятно, что… Ну, здесь при c равном нулю не будет экстремума. При c равном нулю – это x в кубе, у x в кубе нет экстремума. Откуда мы знаем, что при c большем нуля не получится такой же штуки, как при x в кубе? Ну, там можно вторую производную посчитать и убедиться в том, что там действительно будут экстремумы. Я не утверждаю, что я доделал эту задачку до конца. Вот. Итак, смотрите. Значит, возвращаюсь к вот этой вот истории. Значит, рассмотрим теперь функцию двух переменных. Значит, пусть у нас есть какая-то функция f от x, y. И давайте мы сделаем такую штуку. Зафиксируем, например, значение y. Скажем, что y равняется какому-то c. Тогда у нас от нашей функции двух переменных, как бы, она продолжит зависеть только от одной переменной, только от x. Давайте теперь рассмотрим новую функцию. Значит, рассмотрим функцию одной переменной. Давайте я ее обозначу h. Значит, h от x равняется f от... Давайте я даже здесь буду писать не c, а давайте я буду писать y0. Значит, h от x равняется f от x, y0. Ну, понятно, что я, выбирая разный y0, буду получать, вообще говоря, разные h здесь. Ну, давайте считать, что я в какой-то момент зафиксировал этот y0. И теперь у меня есть конкретная функция h. Тогда эту функцию можно продифференцировать. Значит, давайте посчитаем производную этой функции в какой-то точке x0. То есть что эта штука будет показывать? Она будет показывать, как меняется, значит, какова скорость роста функции f при увеличении x при фиксированном y0. Значит, h штрих в точке x0 по определению называется частной производной функции f по x в точке x0 и y0. Значит, поскольку у нас пара чисел, у нас теперь как бы точками, в которых мы вычисляем значения функции, являются точки на плоскости, то есть, опять же, некоторые штыки, которые задаются парой своих координат. Ну и вот, соответственно, мы вот в такой точке мы считаем значение производной функции h и тем самым получаем частную производную функцию f. Значит, обозначение такое. Это называется f штрих по x, соответственно, в точке, там, допустим, x0, y0. Ну, давайте вернемся к какому-нибудь примеру. Вот, допустим, у меня был пример, который был выше. x в кубе плюс 2x, y плюс y в квадрат. x в кубе плюс 2x, y плюс y в квадрате. Ну, давайте посчитаем его частную производную по x. Какой-то произвольной точке. Значит, что нужно для этого сделать? Что это означает? Это означает, что мне просто нужно продифференцировать вот эту штуку по x. При этом у меня здесь фигурирует как-то y, но я просто этот y буду считать константой. Соответственно, дифференцирую. Что получается? x в кубе. Производная от x в кубе равняется 3x в квадрат. Все как обычно. Дальше. 2x, y. Значит, нужно продифференцировать 2x, y по x. То есть это означает, что я y считаю константой, могу его вынести за знак дифференцирования. Остается просто 2y умножить на производную от x. Производная от x по x – это просто единица. И чему равняется производная y в квадрат? Нулю. Если я дифференцирую по x, это 0. Потому что с точки зрения этого дифференцирования, y в квадрат, кто считает, что как y, является просто какой-то константой. Остается таким образом 3x в квадрат плюс 2y. Вот у нас производная f' по x. Ну, понятно, что можно дифференцировать не только по x, но и по y. Давайте продифференцируем теперь по y. Теперь наоборот. Мы считаем x константой, а по y прекрасным образом дифференцируем. Что получается? 2x плюс 2y. Да, получается, значит, x в кубе, опять же, мы дифференцируем. Но мы его дифференцируем по y, поэтому это 0. Дальше у нас здесь 2x, y. Мы дифференцируем по y, значит, 2x – это теперь константа. y штрих по y – это единица. И y квадрат мы дифференцируем по y, а это будет просто 2y. Значит, вот эта штука – это 0. Вот эта штука – это единица. И здесь мы получаем 2x плюс 2y. Вот. Короче говоря, объяснить, что такое частное производное, кажется, чуть сложнее, чем их считать. Считать их очень просто. Пользуйтесь ровно теми же самыми правилами, которыми мы всегда пользовались, но просто считайте, что все переменные, кроме той, по которой вы дифференцируете, являются константами. Значит, понятно ли, как это делать? Есть ли вопросы по вот этому примеру? Значит, давайте я теперь сформулирую теорему, которая называется необходимым признаком экстрема в многомерном случае. Ну, давайте в двумерном. Значит, необходимый признак. Экстремум. Значит, пусть x0, y0 – точка локального экстремума. Функции двух переменных. Являющаяся внутренняя точка области определения. То есть f определено в окрестности этой точки. И дифференцируем. Тогда обязательно ее частные производные, обе частные производные, и по x, и по y, в точке x0, y0, равны нулю. Значит, ну, почему это так? Я сейчас не буду пытаться эту теорему совсем аж аккуратно доказывать, но идея доказательства ровно такая же, как была в случае функции одной переменной. А именно, вы говорите, что, ну, окей, пусть какая-нибудь из этих частных производных не ноль. Например, вот эта производная по x. Но что это означает? Это означает, что вы можете… Значит, вот у вас есть точка x0, y0. Значит, давайте, вот у меня есть координаты x и координаты y. Сейчас x и y – это то пространство, в котором живут аргументы функции, а значения функции на этой картинке никак отображаться не будет. Мне нужно было бы провести третью ось и рисовать трехмерный такой график, чтобы нарисовать график функций двух переменных. Но я сейчас этого делать не буду. Я сейчас просто скажу, что вот у меня была точка x0, y0 здесь. Значит, и вот у меня в этой точке было какое-то значение моей функции. И теперь, если я поменяю, например… Давайте я напишу как бы доказательство. Хотя, в принципе, оно почти аккуратное. Значит, и от противного. Пусть, например, f' в точке x0, y0 по x не равняется нулю. Ну, допустим, больше нуля для определенности. Тогда что можно сказать? Тогда можно сказать, что для маленьких значение дельта x f в точке x0 плюс дельта x y0 будет больше, чем… будет больше, чем f от x0. А f от x0 минус дельта x y0 будет меньше, чем f от x0. Точно так же, как мы это обсуждали для функции одной переменной. То есть, иными словами, я говорю следующее, что если я вот из этой точки буду сдвигаться вправо, увеличивать x при фиксированном значении y, то тогда у меня значение функции f увеличится. А если влево, то уменьшится. Но это автоматически означает, что в этой точке не может быть экстремума, ни максимума, ни минимума. Потому что если бы был максимум, например, то тогда и сдвиги вправо, и сдвиги влево должно приводить к уменьшению значения функции. А у меня в одну сторону я увеличиваю, а в другую сторону уменьшаю. Следовательно, x0, y0 не экстремум. И остальные случаи рассматриваются аналогично. Например, если бы у меня была бы производная по y, не нулевая, тогда бы наоборот. Я бы шагал бы не вправо-влево, а наоборот вверх-вниз на этой картинке. Но логика была бы абсолютно такой же. А это же просто тогда, да? То есть это не тогда и только тогда. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Это именно необходимый признак. То есть совершенно он... Ну, смотрите, он как бы даже в случае функции одной перемены не является достаточным, потому что бывают функции x-code. А в случае функций двух переменных все становится еще сложнее. У вас на семинаре будет задачка, которая демонстрирует, что функции двух переменных сложнее, чем они выглядят на первый взгляд. Вам может казаться, что у функции в точке, ну, явно есть максимум, а на самом деле его там нету, потому что там гораздо более сложно устроена геометрия. Ну, вот седло же, да, это является как примером того, что это... Да, 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 да. Ну, вот как раз у вас там будет седловая точка, которая по одному направлению вроде как максимум, по перпендикулярному направлению вроде как тоже максимум, но и есть направление посерединке, значит, которое дает наоборот минимум. Вот, в общем, такое бывает. Но, по крайней мере, вот необходимый признак экстремума тоже иногда полезен. Вот, а уж как формулировать достаточный признак экстремума, это вот вы сейчас полгода поизучаете линейную алгебру в следующем семестре, а потом еще полгода поизучаете многомерный анализ, и тогда узнаете, как формулировать достаточный признак экстремума. Вот. Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Окей. Ну, хорошо. Тогда на этом мы на какое-то время прощаемся с производными, ненадолго, в прочем, время, и начинаем некую новую тему. А именно эта тема посвящена интегральному исчислению, интегрированию. Значит, и сегодня мы поговорим про определенный интеграл. Конкретно про определенный интеграл Риммана, но мы никаких других интегралов проходить не будем. Хотя в курсе чайной вероятности, может быть, у вас и будут другие интегралы. Давайте поговорим, что это такое, откуда берется задачка интегрирования. Значит, в целом, изначально задачка интегрирования – это такая геометрическая штука. Удивительным образом она оказывается связана с задачками продвижения, с задачками пропроизводной. Но про это мы поговорим в следующий раз. А сейчас я хочу просто поставить такую геометрическую задачу. Вот есть у вас какая-то функция, у нее есть график. И, допустим, я хочу найти площадь под этим самым графиком. То есть вот у меня есть, допустим, какие-то две точки. А и Б. Функция может быть определена не обязательно на этом отрезке. Может быть, где-то еще определена. И меня интересует вот эта площадь. Площадь под графиком функции. Между точками А и Б. Вот такой штуки. Кажется, ее обычно называют криволинейной трапецией. Но мне всегда казалось, что это какое-то очень странное название. Казалось бы, при чем здесь трапеция? Вот. Значит, меня интересует площадь вот такой области. Ну, дальше возникает вопрос, а что вообще такое? Я хочу посчитать площадь. А что она вообще такое? Что такое площадь какой-то вот такой непонятной штуки? Ну, вообще, что такое площадь? Не очень понятно. Мы знаем, что такое площадь прямоугольника, например. Дальше мы можем из этого вывести там всякие разные другие площади. Например, мы можем вывести понятие площади треугольника. Таким образом мы можем разбить треугольник, произвольный треугольник, на два прямоугольных треугольника. А про прямоугольные треугольники сказать, что их площади – это половинки площадей соответствующих прямоугольников. Вот. И тем самым свести задачу про отыскание площади треугольника к задаче об отыскании площади прямоугольника. Как это, в общем, всегда и делается. Вот. Но тут у нас есть проблема, что наша функция может быть устроена как-то хитро. Она может быть совершенно не обязательно какой-то кусочной линейной. И поэтому не совсем понятно, как именно ее сводить к площадям прямоугольников. Но, в принципе, именно это мы сейчас и будем делать. А именно, план примерно такой. Значит, мы хотим найти площадь. Значит, хотим найти площадь под кривой Y равняется F от X. Ну, а что значит площадь под кривой? То есть площадь между этой кривой и горизонтальной осью. Ну, вот как нарисовано. Значит, давайте скажем, что это Y равняется F от X. Вот. Если мы такие штуки научимся находить, то мы, на самом деле, много чего сможем находить. Потому что помимо таких площадей конкретно под кривыми, ну, мы сможем находить площади любых областей, потому что можно будет разбивать эти области в какие-то вот такие вот штуки, а потом находить их площади и складывать. Ну, и, на самом деле, мы много чего еще сможем сделать. Есть много разных приложений. Вот. Но для начала у нас вот такая задача. Значит, как тут действовать? Ну, единственная площадь, про которую мы знаем совершенно железобетонно, это площадь прямоугольника. Площадь прямоугольника – это произведение его сторон. Тут как бы нет никаких вариантов. Ну, дальше идея такая. Давайте мы попробуем приблизить вот эту нашу непонятную площадь. Давайте мы ее приблизим какими-то прямоугольниками. Ну, сама она в прямоугольник не очень как-то помещается, но давайте попробуем разбить ее на кусочки, которые будут уже лучше приближаться прямоугольниками. Значит, делается это так. Берем отрезок и разбиваем его на отрезки поменьше. То есть у нас был отрезок от А до В, и я его разбиваю на сколько-то дополнительных отрезков. Вот у меня здесь будет Х1, тут будет Х2, тут будет Х3 и так далее. Значит, давайте я еще буду считать, что вот у меня точка В – это точка, которая называется ХН, а точку А я обозначу через Х0. Вот такая штука. Значит, после этого я в каждом из… Вот у меня получились… Значит, я написал здесь точки Х1, Х2 и так далее, ХН, и таким образом разбил мой отрезок от А до В на Н отрезков поменьше. Давайте я буду называть эти отрезки как-нибудь, допустим, и катом. Значит, вот у меня есть такая штука, она называется разбиением. Значит, у меня есть разбиение отрезка от А до В. Это просто набор точек Х0, который равен А, Х1, который больше, чем Х0, Х2, который больше, чем Х1, и так далее, ХН, который равен В. Значит, эта штука называется разбиением. Значит, можно обозначить и кат, это отрезок, кат и отрезок этого разбиения, это отрезок от ХК минус 1 до ХК. К меняется от 1 до Н. И давайте мы сделаем еще одну штуку. Давайте мы в каждой точке катого отрезка… Простите. Для каждого отрезка выберем, для каждого отрезка разбиения, выберем по точке, которая в этом отрезке живет. Она может быть на конце отрезка, может быть внутри отрезка. Ну, в общем, какая-то точка нам нужна. Давайте вот я здесь их как-нибудь обозначу. Ну, пусть они будут обозначаться Z. Это как неудачный цвет. Вот такой. Значит, вот у меня есть точка Z1, вот у меня есть точка Z2, тут у меня есть точка Z3 и так далее. Значит, будет размечено разбиение. Это когда мы в каждом отрезке ИК выбрали по точке ZK, принадлежащая ИК. Вот. Значит, вот такая штука. И теперь зачем я всю эту штуку тут такую нагородил? Давайте я теперь сделаю такую вещь. Я построю такие прямоугольнички, которые будут устроены так. Значит, у меня... Я через каждую точку X и T провожу по вертикальной прямой и строю прямоугольник, у которого нижняя сторона, она просто лежит на горизонтальной оси и совпадает с моим отрезком разбиения. А верхняя сторона проходит через точку ZK, T, F от ZK. То есть я беру в точке ZK, считаю значение функции. Значит, это у меня Z1. Вот здесь у меня было значение функции F в точке Z1. Значит, это F в точке Z1. Значит, здесь у меня была точка Z2. Я в этой точке Z2 посчитал значение функции. Дальше вот я посчитал значение функции в точке Z3. И так далее. Значит, получилось вот такие вот... Значит, получились вот такие вот прямоугольнички. Такие вот прямоугольнички. Значит, что я теперь хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать, что я могу легко посчитать площади всех этих прямоугольников. Давайте напишем формулу, как она будет устроена. Значит, сумма площадей этих прямоугольников. Ну, давайте так. Площадь прямоугольника. Площадь катого прямоугольничка. Чему равна? Ну, это X катый минус X катый минус 1 умножить на F от Z катого. Да, совершенно верно. Значит, это... Ну, как... Чтобы найти площадь прямоугольника, мне нужно длину умножить на ширину. Значит, у меня... Не знаю, что здесь длина, что ширина. Но, в общем, мне нужно умножить вот эту вот штуку горизонтальную, которая есть как раз X катый минус X катый минус 1 умножить на высоту, а высота как раз равна значению функции F в точке Z катый. Давайте мы еще дополнительно скажем, что X катый минус 1 обозначается как дельта X катый. Нам для простоты записи удобно ввести такое обозначение. То есть, дельта X катый – это длина катого отрезка в нашем разбиении. И если теперь хочу записать площадь всех прямоугольников, мне нужно просто просуммировать. Значит, общая площадь всех прямоугольников. Значит, она называется... Давайте я так скажу, что... Давайте я обозначу вот эту штуку разбиения и его разметку. Вот вся эта штука, весь этот объект, называется размеченным разбиением. И давайте я какую-нибудь букву, это размеченное разбиение обозначу. Обозначим размеченное разбиение, допустим, буквы P. Слово partition – разбиение. Значит, тогда общая площадь всех прямоугольников, которые соответствуют разбиению P и функции F – это просто сумма по K от единицы до N, F от Z катая на дельту X катая. Значит, здесь P – это разбиение. F – это та функция, которая нас интересует. Значит, это просто площадь вот этой вот фигуры. Давайте я тоже как-нибудь заштрихую. Значит, вот такой вот штуки. Теперь смотрите. Значит, понятно, что площадь вот этой вот ступенчатой фигуры, которая у меня получилась, она вообще, говоря, не совпадает с площадью той криволинейной штуки, которую я хотел посчитать. Но также более-менее понятно, что если вот эта кривая, которая у меня здесь есть, ну, она не слишком плохая, то если я буду уменьшать вот эти шаг, с которым я иду, уменьшать длину отрезков, на которые я разбиваю мой большой отрезок, то вот эти кусочки, которые вылазят, которые находятся в разности между двумя моими множествами, они будут становиться все меньше и меньше. И поэтому, в общем, кажется логичным, что площадь вот этой суммы вот этих всех отряда, вот этих всех прямоугольничков, сумма площади всех этих прямоугольничков будет становиться все ближе и ближе к той площади, которую мы хотели бы найти. Ну, на самом деле у нас просто нет никакого более-менее другого способа, как можно было бы эту площадь криволинейной штуки определить. Мы ее определяем ровно так, что это такой предел площадей вот таких вот ступенчатых штук, для которых мы площадь можем найти, когда размер ступеньки стремится к нулю. Ну, формальное определение такое. Значит, давайте я скажу, что если у меня P – это разбиение, у него можно определить диаметр. Значит, по определению диаметра разбиения – это просто значит, давайте я его обозначу D от P – это просто максимум D и дельта X катах. Ну, здесь K пробегает от единицы до N. То есть диаметр разбиения – это просто максимальный размер отрезочка, на который я, который у меня участвует в разбиении. Эти отрезочки совершенно не обязаны быть равными, они могут быть какими угодно. Я с самого начала сказал, что я просто выберу эти точки как-то. Ну, а теперь я дополнительно ввожу понятие диаметра разбиения – это максимум из длины всех этих отрезочков. И, значит, давайте я теперь дам определение. Значит, число I называется интегралом Риммана. От функции F в пределах от A до B. И дальше я пишу некое определение, похожее на определение предела функции. Но поскольку у меня здесь не функция, то есть у меня вот здесь участвует какая-то непонятная штука, какой-то новый объект разбиения, мне нужно это определение предела написать заново. Значит, я его пишу. Если для всякого эпсилон большего нуля найдется такая дельта большая нуля, что для всех размеченных разбиений П отрезка АВ. Значит, если диаметр П меньше дельты, то расстояние между числом I и суммой SPF меньше, чем эпсилон. Значит, давайте я покажу, что у нас здесь есть. Итак, смотрите, что здесь написано. Здесь сказано следующее, что мы говорим, что число I – это интеграл Риммана, если выполняется такое утверждение, что если мы берем, значит, что у нас для всякого эпсилон найдется такое дельта, что если мы берем любое размеченное разбиение на достаточно мелкие отрезки, то есть на отрезки, у которых максимальная длина меньше, чем дельта, то тогда, как бы мы это разбиение не выбирали, мы будем получать вот такие вот штуки, они называются интегральными суммами, которые будут достаточно близки к I. То есть их расстояние до I будет меньше эпсилон. Получается, что мы просто устремляем D от P к нулю. Да, но поскольку у нас нет функции, ну, как бы мы раньше такого не обсуждали. У нас теоретически можно было бы написать, можно было бы написать что-нибудь в таком роде, что у нас вот есть такой предел при D от P, стремящемся к нулю, S от P, F. Но тогда нужно было пояснять, что есть что в этом выражении, потому что у вас как бы вот S – это штука, которая зависит от функции и от разбиения. И мы такого не обсуждали. Мы обсуждали предел функции одной переменной, а здесь функция, а здесь, так сказать, вот это вот S – это на самом деле штука, которая с точки зрения этого предела – это функция от разбиения. Ну, вот мы не обсуждали, что такое предел функции от разбиений. Но вот здесь просто я его изготовил ручками, пользуясь тем же приемом, которым был, когда мы просто строили определенные пределы. Значит, вот эта штука S – P – F, она называется интегральной суммой, соответствующей данному разбиению. То есть, короче говоря, действительно, смысл очень простой. Если мы уменьшаем отрезки разбиений, если отрезки разбиений становятся очень маленькими, то интегральная сумма начинает стремиться к какому-то числу. Ну, если начинает. Вот если начинает, то тогда это число называется интегралом. Понятно ли определение? Есть ли здесь вопросы? То есть, конкретно это определение, оно никак не должно, например, соответствовать нашим знаниям о том, что такое площадь круга и так далее. Оно просто говорит, что вот я есть такое число, и я задаюсь вот так, и все. Да, 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 да. Ну, на самом деле, если честно, то у нас не было никаких площадей, кроме тех, которые бы сводились бы к площадям прямоугольников. Ну, и можно показать, что, допустим, если вы возьмете, скажем, попробуете с помощью вот этого определения посчитать площадь, скажем, треугольника, то вы получите ровно то же самое, что было бы, если вы бы использовали бы обычную формулу, которую вы знаете. Ну, на самом деле, у вас там, на семинаре вы посчитаете в какой-то момент ручками интеграл от линейной функции, и увидите, что действительно так. Вот. Но, да, это как бы мы заново определяем площади, сделав вид, что мы забыли все, что мы знали про площади. Ну, на самом деле, чем мы здесь пользуемся? Мы пользуемся двумя фактами. Первое, мы пользуемся тем, что мы знаем, что такое площадь прямоугольника. И второе, мы верим в то, что если у вас есть два прямоугольника, которые не пересекаются друг с другом, то площадь их объединения, площадь вот такой вот фигуры, это сумма площадей отдельных прямоугольников. Вот, в общем-то, все, чем мы здесь пользуемся. Но оказывается, что, на самом деле, более-менее вот этих двух свойств достаточно, чтобы определить площадь чего угодно. И это будет та самая площадь, которая соответствует всем нашим представлениям о площадях, которые мы знаем до сих пор. Вот. Еще вопросы про эту штуку? Значит, смотрите, еще одно замечание такое. Я до сих пор все это дело рисовал в предположении, что у меня функция f положительна. Вся вот эта вот картинка и все эти рассуждения про то, что мы будем считать площади до горизонтальной оси, оно как бы подразумевает, что у меня график лежит над горизонтальной осью. Но, на самом деле, то определение, которое я дал через вот такие интегральные суммы, оно, в общем-то, не требует того, чтобы f было положительным. Оно будет работать, ну, по крайней мере, мы можем его использовать, посмотреть, что получится, в том числе и для случая, когда f принимает отрицательные значения. Но что при этом будет происходить? Тогда эти отрицательные значения будут, ну, вот, входить в эту сумму со знаком минус, потому что у нас эти дельта-хкаты будут положительными, а вот эти f-ки будут, наоборот, отрицательными. И, например, если у вас есть кусочек, кусочек отрицательный и кусочек положительный, то есть, допустим, у вас какая-нибудь вот такая вот картинка, скажем, у нас есть функция, у которой есть какая-то часть, которая проходит над горизонтальной осью, какая-то часть, которая проходит под горизонтальной осью. И вы считаете ее интеграл, который захватывает обе части. Допустим, интеграл вот А до В для вот такой картинки. Ну, это будет означать, что мы делаем следующее. Мы считаем площадь той части, которая лежит над кривой, лежит над горизонтальной осью. Значит, какую-нибудь вот эту площадь мы посчитаем. И она участвует в нашем интеграле со знаком плюс. Потом мы считаем площадь под кривой. Вот эту часть. И она участвует в нашем интеграле со знаком минус. И дальше мы их складываем в сюжетном знаке. Да, давайте я введу обозначение. Значит, определенный интеграл обозначается так. Значит, здесь такая, как бы, вытянутая буква S, знак интеграла. Дальше пределы интегрирования, как правило, пишут снизу и сверху от этой буквы. Внутри написано F от X до X. А вот этот предел у вас вы оставляете? А? То есть, ну, вот этот предел, предел при dp, стремящемся к нулю, это же равна вот это. Ну, считайте, что я вот этот предел определил вот здесь вот выше. Как бы, я не против такой записи. Просто если бы я начал бы с того, чтобы эту запись написал бы вам, вы бы резонно бы спросили, а что это такое. Поэтому я сначала объяснил, что это такое, а потом дальше эту запись можно, в принципе, использовать. Но, как правило, просто используют вот такую запись, просто пишут интеграл. Значит, откуда берется, что здесь такое написано? Что такое F от X dx? Значит, ну, на самом деле, хитрый вопрос. Ну, вот этот dx, это на самом деле воспоминание про вот этот delta x k, который был в интегральной сумме. Почему он здесь нужен? Почему нельзя было просто написать интеграл от a до b f от x? Это отдельная история, которая будет более ясна, когда мы обсудим формулу замены переменных в интеграле и когда вы с этим немножко освоитесь. Там будет понятно, зачем постоянно таскать с собой вот эту вот штуку, вот этот dx. Но, как бы, содержательно он происходит из вот этого delta x k. Мы считаем, что вот этот вот значок интеграла, это такая, вот у нас здесь была такая вот сумма, но вот эта вот сумма была какой-то конечной, для конечного количества отрядочков разбиения. А когда мы перешли к пределу, эта сумма вот так вот стала такой кривенькой и превратилась в знак интеграла, а вот эта delta x k, вот эта delta тоже стала такой кривенькой и превратилась в букву d. А зачем нам условия дифференцируемости в интеграле Риммана? Что-что? Зачем нам условия дифференцируемости? В самом начале мы об этом, кажется, говорили. Нет, у нас никакого условия дифференцируемости. Значит, запутался. Нету. Когда мы начали определение интеграла, никакой дифференцируемости не было. Значит, давайте еще одну вещь скажу. Потом сделаем самостоятельно. Как обычно, когда у нас возникает вот такое довольно-таки неявное определение, мы не говорим, как найти i, а мы говорим, что i – это такое число, которое удовлетворяет вот такому условию. Ну, тут возникают всякие вопросы. Является ли это число единственным? Ну, ответ – да, является. И доказывается так же, как доказывается единственность пределов. Другой вопрос – а всегда ли это число i существует? Если не всегда, то когда существует, а когда нет. Ну, вот давайте я приведу пример, когда интеграла нет. Значит, пример неинтегрируемой функции. По крайней мере, неинтегрируемой по Римуну. Это функция Дерехле. Значит, f от x – единица, когда x рациональный, и 0, когда x иррациональный. Функция Дерехле. Почему я утверждаю, что эта функция неинтегрируема, что нет у нее никакого интеграла? Ну, давайте возьмем какой-нибудь отрезок, например, от нуля до единицы. И попробуем проинтегрировать функцию Дерехле. Какие значения я могу получать? Вот я беру какое-то разбиение отрезка от нуля до единицы на кусочки. Дальше я могу как угодно выбирать точечки внутри этих отрезков разбиения. Отмеченные точки. В этих отмеченных точках я считаю значения моей функции. Вопрос. Какие значения интегральной суммы я могу получить? Один. А еще? Ноль. А как их получать? Ну, считать, выбирать точки условно в четных отрезочках, выбирать рациональные точки, в нечетных и рациональные. Да, на это вы хотите скорее получить какое-то число близкое к одной второй в качестве интеграла, в качестве интегральной суммы. А если я хочу прям совсем ноль? А, тогда все иррациональные, да. Все, да. Значит, тогда, выбирая... В каждом отрезке, значит, определил такое утверждение, что для любой... Значит, для любого разбиения... Допустим, ноль-один на отрезке... Можно в каждом отрезке... выбрать рациональное ZKT и тогда получить сумму, равную единице. А можно иррациональное. И тогда S от PF будет равняться нулю. Но, стало быть, нет никакого предела, ни к чему не стремится наша интегральная сумма, когда мы уменьшаем длины отрезка разбиения. Мы можем брать сколько угодно маленькие отрезки разбиения, и все равно у нас есть зазор h от нуля до единицы тех значений, которые может принимать наш интеграл. Точнее, не интеграл, а интегральную сумму. Поэтому функция Dirichlet не является интегрируемой. По крайней мере, с точки зрения того определенного интеграла, который мы ввели. Понятна ли эта идея? Ну, вроде да. Ну, и давайте я закончу на том, что сформулирую теорему. Я не буду ее доказывать, хотя мы будем ее пользоваться. Доказывается она довольно нудно, и вообще я не хочу слишком уж подробно строить теорию интегрирования. Но давайте теорему эту сформулируем. Значит, теорема – всякая непрерывная функция, непрерывная на отрезке от а до b функция, интегрируема по Римману на этом отрезке. То есть предел существует единственный. Предел интегральных сумм существует. На самом деле, легко доказать, что если он существует, то он такой один и автоматически единственный. Вот. И это полезная теорема, потому что она говорит, что если вы хотите, пользуясь определением, найти интеграл от какой-то непрерывной функции, то вы можете выбирать ваше разбиение как хотите. Лишь бы у них отрезки становились все меньше и меньше. Но как именно они будут устроены, и как вы будете выбирать точки в этих отрезках разбиения, остается на ваше усмотрение. Если вы найдете предел для одного какого-то семейства разбиений, то для любого другого семейства разбиений все будет работать точно так же. Скажите, что там написано? Предел, какое-то слово, сумма существует? Предел интегральных сумм. Спасибо. Вот. Ну, дальше мы будем обсуждать то, как эти самые интегралы находить. Это отдельная большая история. Но пока что, наверное, на этом с сегодняшней лекцией все. Давайте попробуем провести самостоятельную. Напишите в общий чатик, что вы тут есть. Ура, плюсики. Так, а я вам пока ссылку пришлю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.